В национальных проектах, развитии экономики и предстоящих выборах. Сегодня глава республики встретился с журналистами средств массовой информации. С подробностями Дмитрий Ковалев. Разговор за чашкой чая и без купюр. Журналисты ведущих изданий региона подготовили большой список вопросов от своих читателей. В топе новостей за последние недели состояние здоровья Михаила Игнатьева. Слухам верить не стоит, ответил глава республики. Кто интересуется, пожалуйста, приходите на прогулку в утром, короткий вам ответ. Приходите на лыжи кататься, приходите на прогулки, на пробежки, все остальное. Уже на следующий год намечены выборы главы региона. Михаил Игнатьев отметил, что будет бороться за этот пост, только если его поддержат местные жители. Полномочия заканчиваются в августе месяце. Все это зависит от того, какой процент доверия жителей Чувашской республики и доверия президента Российской Федерации. Это было и в 2015 году, когда я выбирался. А вот что еще надо делать? Вот что еще нужно? Чем нужно работать? В 2015 году была программа «Месте жить, вместе строить». Я же объехал тогда на уровне сельских поселений практически все почти сельские поселения. Максимально все мероприятия, которые были заложены и выдержаны в этой программе, они выполняются. Задача даже и моя, любого кандидата на должность в Чувашской республике, это работать честно, ответственно, публичные документы принимать, обсуждая с населением, и не обманывать людей, и не вводить в заблуждение людей. И такими качествами, отметил Михаил Игнатьев, должен обладать каждый руководитель на местах. Дорога в региональный Кабмин открыта для креативных и честных политиков. Все члены правительства проходят жесткий отбор. Работой своей командой глава республики доволен. По закону проводим конкурсы зачисления в резерв на те или иные должности, или, соответственно, объявляется конкурс на вакантные должности, которые в штатах естественности имеются. Ну, если отбросить все эти конкурсы. Вы, если готовы, поучаствуйте на конкурсе. Довольны своей командой? На данный момент. На сегодняшний день кабинет министров справляется в органах местного управления. Главы администрации меняются, но это жизнь. И министры меняются, и рокировка идет, кто-то по карьере идет. Ну, а работы у членов правительства в ближайшие годы будет много. С национальным проектом мы за этот период и республика отчиталась, и мы действительно хорошо выполнили показатели. Какую оценку вы дадите своим министрам? Они готовы без каких-то нарушений от показателей справиться вообще с этой задачей? Мы должны, конечно, качественно работать с конкурсной документацией, с проектами. Каждый ОПЕ, который строится в республике, в ходе строительства, в ходе строительства вносится изменение проекта на документацию. Это очень плохо. Это является сдерживающим фактором. Поэтому здесь вот, это не национальный проект, но он косвенно влияет на реализацию этих мероприятий. Для республики должна стать приоритетная и программа ускоренного развития. В ближайшее время проект документа обсудят в Москве. Один из вариантов, потом наша программа будет утверждена на заседании правительства Российской Федерации, у председателя правительства Российской Федерации. Или после обсуждения на правительственной комиссии будет принято соответствующее распоряжение правительства, и дополнительные средства хотят нам выделить. Я верю, что у нас все получится. Касаясь заказов, касаясь влияния действиями для чематуры, он проводит у нас по компетенции промышленную политику, таможенную политику и координирует торговую. За час Михаилу Игнатьеву задали десятки вопросов. Подробные ответы опубликуют газеты. Встречи в таком формате должны стать постоянными. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.